Добрый день, уважаемые участники вебинара! Меня зовут Ирина Анфимычева, я эксперт по бухгалтерии компании TENZOR. Сегодня на вебинаре я расскажу, как вести бухгалтерский учет для производства СБИС. Многие из вас уже знакомы с системой СБИС, но скорее всего по какому-то отдельному функционалу, например, отчетности, электронному документообороту или ОФД. Но на самом деле с помощью СБИС можно комплексно автоматизировать работу любой компании. А еще СБИС — это современная веб-платформа с доступом с любого устройства, главное, чтобы было подключение к интернету. Наши клиенты не заботятся об обновлениях, все происходит своевременно и в фоновом режиме. К СБИС могут одновременно подключиться неограниченное количество пользователей и, разумеется, можно настроить любые права в соответствии с должностными обязанностями сотрудников. Учет производства решает сразу несколько задач. Для управленческого учета важно понимать всего полную себестоимость производимой продукции для того, чтобы можно было назначить рентабельную цену для продажи. Для бухгалтерского учета нужно комплексно учитывать все затраты и остатки на счетах. А для налогового учета важно рассчитать расходы, которые мы можем принять при расчете налога на прибыль или упрощенки. Существует четыре метода учета затрат. Это котловой, позаказный, попередельный и нормативный. Сегодня на вебинаре мы рассмотрим один из самых простых методов учета котловой. Как вы видите уже из иллюстрации, котловой метод означает, когда мы все расходы, грубо говоря, собираем в единый котел, в нашем случае на счете затрат, и затем распределяем пропорционально выбранной базе на всю выпущенную продукцию. Мы рассмотрим все связанные с производством процессы, от закупки до реализации готовой продукции. А показывать я буду на примере демо базы компании Швейкомплект. Компания занимается отшивом одежды и продает ее оптом. Начнем мы с простых настроек. Сбис поддерживает все системы налогообложения. Наша компания будет применять общую. Сразу же в настройках мы можем указать, какой счет учета затрат применяется по умолчанию. Это сэкономит время при оформлении документов по расходам. Мы выберем 20-й, поскольку прямые затраты в производстве у нас гораздо чаще применяются. Здесь же мы укажем, каким образом следует распределять общихозяйственные расходы. Это те, которые непосредственно не связаны с производством. Сбис поддерживает все варианты распределения, но самый частый по продажам, поэтому мы его и оставим. На самом деле в производстве важно учитывать не только обособленно прямые и косвенные затраты. Нужно еще и в разрезе статей расходов видеть, какие же у нас затраты формируются и что мы можем затем включить в себестоимость. Поэтому на счетах учета затрат 20-26 есть аналитики статьи расходов. Этот справочник со статьями расходов, он собственно типовой у многих компаний. А для чего каждому из клиентов заполнять стандартную информацию? Подумали мы и заполнили этот справочник для вас уже сами. Здесь есть все типовые статьи затрат, которые используются в большинстве компаний. Причем хочу особо подчеркнуть, что каждая статья затрат настроена в соответствии с налоговым кодексом. Что можно принимать для расчета, скажем, налога на прибыль? А что нельзя принимать? Так, например, подбор персонала не входит в закрытый перечень расчет по упрощенке, и СБИС уже это учел. Если вам не хватило каких-то статьи в этом справочнике, вы с легкостью можете по кнопочке плюс добавить новую. У производственных компаний, как правило, большой каталог. И согласитесь начать в пустой базе, заводить этот каталог, да еще и с составами, весьма трудоемкая работа. Но СБИС заботится о быстром и удобном заполнении каталога. Во-первых, у нас есть загрузка из некоторых систем, например, из 1С, Storehouse или Alka, это для общепита подходящая система. Но если вы ведете свой учет в Excel или в системе, которая может выгрузить в формат Excel, можно выполнять загрузку таким образом. У меня небольшой файл, всего два изделия, но на самом деле СБИС также с легкостью может загружать и многостраничные файлы. Обратите внимание, что у костюма сразу два варианта составов и СБИС подгрузил их оба. При этом составами в карточке легко управлять. Например, можно с легкостью скопировать нужный состав и поменять в нем составляющие. Можно добавить совершенно новый, либо сделать недействующим какую-то устаревшую конфигурацию состава. Но особо интересная функция это аналоги. Как вы знаете, в любом производстве некоторые ингредиенты можно заменить без потери себестоимости и качества изделий на аналогичные. Например, кнопки металлик на кнопки пластиковые, флизелин черный на флизелин серый и таких сочетаний может быть множество. Вот для того, чтобы на каждое сочетание не создавать новый состав и были придуманы аналоги. В этом случае мы можем прямо в карточке, например, молнии, указать на что ее можно менять. Вот на аналог молнии металлик. СБИС сразу же показывает индикацию в карточке, что у составляющей есть аналог и в дальнейшем нам это пригодится в акте выпуска. Чуть позже расскажу каким образом. В карточке можно сразу же задать цену изделия, если она одинакова для всех категорий. Если цена отличается, например, по покупателям, по регионам или в зависимости от объема, тогда лучше воспользоваться прайсами и настроить их. Мы для упрощения создадим прямо в карточке эти цены. Собственно, из настроек все. Видите, как быстро и удобно мы выполнили все настройки и загрузили каталог. Можем приступать к работе. А начнем мы с поступления товаров и услуг. Заведение актов и накладных занимает очень много времени у любого бухгалтера. Но СБИС существенно ускоряет эту работу. Например, если вам прислали по ЭДО документ. У нас, для примера, электроэнергия. Такие компании одни из первых перешли на электронный документ оборот. Значит, точно у вас будут такие в системе попадаться. В первый раз в пришедшем документе вам нужно будет указать счет учета затрат, если он отличается по умолчанию, если такой же, как в настройках, он подставится автоматом. И выбрать нужную статью расходов. В дальнейшем система запоминает этот выбор и следующие пришедшие документы будет подставлять автоматически. Вам остается только провести документ. Если поставщик работает бумаги, тоже не беда и заведение таких документов не займет много времени. Мы создадим поступление и прикрепим нужную накладную. Как видите, буквально пару секунд и система по бумажному скану заполнила все поля в документе, в том числе табличную часть. Таким образом, вы убиваете двух зайцев сразу. Во-первых, экономите время для заведения документов, а во-вторых, получаете электронный архив всех документов. А это, в свою очередь, означает и сохранность документов и быстрый доступ к ним. Не нужно где-то смотреть и по папкам искать. И в случае, если налоговая затребует какой-то пакет документов, вы можете с легкостью прикрепить эти сканы к требованию и отправить по ТКС. Проведем наш документ. Итак, закупку мы сделали. Можем приступать к отшиву наших изделий. Создадим акт выпуска. Из каталога можно в акт выпуска добавлять изделия массово. И обратите внимание, сразу же заполняются и составы, поскольку они уже указаны в карточке. Если я меняю количество выпускаемых изделий, составляющие пересчитываются автоматически. И здесь я хочу вам напомнить снова про аналог, который мы настраивали. Во-первых, индикация о том, что у изделий есть аналог, появляется и в акте выпуска. А во-вторых, в акте есть еще такая удобная настройка, каким образом заменять на аналоги недостающее количество. Либо все целиком, либо только то, что не хватает. Мы выберем недостающее количество, укажем сентябрем на шаг от выпуска, проведем его. Итак, что же произошло? По секрету скажу, что молний черных у нас на складе была всего одна штука. Мы можем в этом убедиться, посмотрев карточку. Сбис сам, благодаря такой настройке, каким образом заменять на аналоги, подставил аналогичные молнии, те, которые у нас были на складе и заменил молнию черную на молнию металлик. На самом деле и швея в процессе производства точно также, обнаружив только одну полную из пяти, взяла бы другой вид молний для пошива. Таким образом, Сбис поддерживает реалистичность складского учета и освобождает от необходимости каждый раз исправлять акты выпуска. Но исправлять иногда все-таки целенаправленно может потребоваться. Например, у нас какого-то ингредиента оказался с браком, скажем флизелин и потребовалось для пошива не 2,5 метра, а 3. В этом случае мы можем вручную изменить. Сбис нам тут же показывает отдельную колонку, что есть отклонение от нормального состава, но мы проведем с нашими изменениями. Обратите внимание, что и в реестре документов появляется вот такая вот индикация, что у изделия состав изменен и вмешались в настройки, которые есть в карточке. Для чего такая индикация нужна? Сценариев может быть несколько. Например, бухгалтеру проверить, что точно не ошиблись и правильно указали составы. Может быть, дописали лишний ноль. А во-вторых, защититься от целенаправленного сокрытия недостач. Для того, чтобы не листать, когда в реестре много документов, есть удобный фильтр. Отобрать документы только с изменениями. Сбис покажет документы только вот с таким ручным исправлением. В нашем примере это еще и коммунальные услуги, заработная плата и амортизация оборудования. Оформление услуг от поставщиков я уже показывала вам на примере документа поступления. Что касается учета заработной платы, в Сбис есть целый раздел с полноценным кадровым учетом и всеми возможными системами оплаты труда. Подробно останавливаться на этом разделе я не буду. Моя коллега будет проводить вебинар. Ссылку на него мы прикрепили в материалах. Там она подробнейшим образом рассказывает обо всех возможностях. Рекомендую подключиться и посмотреть. Я же хочу остановиться на одном моменте. В производстве часто используют расчет сделки. В Сбис есть и такие возможности. С помощью нарядов вы можете настроить различную тарификацию работ. Можете настроить, каким образом будет считаться сделка для сотрудника по факту создания наряда, то есть когда он выполняет работу, либо когда эту работу проверил, скажем, его непосредственный начальник или отдел ОТК. Как в нашем случае на этапе проверки попадает зарплата сдельная в карточку сотрудника, в расчетный листок сотрудника. Наряды могут быть и коллективными, в том числе мы можем добавлять сотрудников целой смены и назначать коэффициент трудового участия. Перейдем в расчетную ведомость и посмотрим, каким образом у нас отразилась сделка по сотруднику. Как вы видите, здесь не только оклад, но и сдельная оплата труда. Причем сразу из расчетного листка можно удобно перейти в показатели, которые сформировали сделку и посмотреть из каких нарядов она состоит. Можем закрывать зарплату для того, чтобы сформировались проводки непосредственно по самой зарплате и по взносам с фонда оплаты труда. У учета оборудования и основных средств кроме основных возможностей поступления, выбытия, разумеется автоматического расчета амортизации, есть еще много разных возможностей, связанных с модернизацией оборудования, ремонтом, переоценкой, что тоже может пригодиться в производстве. А еще есть возможность настроить премию или коэффициент ускоренной амортизации для законной оптимизации налога на прибыль. Итак, затраты мы забрали. Можем проверить и убедиться в том, что у нас все верно в разделе с бухгалтерскими отчетами. Построим оборотку по двадцатому счету. Как вы видите, все, что мы заносили, связанное с электроэнергией, наши коммунальные платежи, зарплата с налогами, амортизация, уже есть в оборотке. А транзитом прошли материальные расходы, поскольку они сразу же автоматически списались на счет 43 и вошли в себестоимость продукции. Для того, чтобы остальные расходы включить в себестоимость, нам нужен документ распределения расходов. Как видите, в документе распределения СБИС сразу же определил сумму всех расходов, накопленных за месяц по сальдо на счету 20. Нам остается только выбрать, на какой вид продукции конкретно или на какой список продукции распределять эти затраты. У нас всего два изделия, мы выбрали их. Нажмем сформировать и посмотрим, СБИС уже автоматически распределил суммы расходов на 55 тысяч. Каким же образом СБИС узнал, что нужно распределять именно в такой пропорции? Все дело в настройках. Пользователь сам может назначить, каким образом распределять затраты пропорционально количеству или сумме. Но поскольку у нас более-менее одинаковые изделия с одинаковой материалой, емкостью и похожей себестоимостью, мы выбрали вариант по количеству. Полную себестоимость мы сформировали, но на самом деле до формирования могут происходить и отгрузки изделий в течение месяца, пока мы отшивали эти изделия. Поэтому создадим реализацию и укажем, что она была раньше, чем мы распределяли наши расходы, как это обычно и бывает в жизни. Из реализации можно также массово выбирать из каталога нужные изделия. Как вы видите, поскольку мы в карточке указывали цену, СБИС автоматически подтянул их и в реализацию. И сразу же здесь показал колонку с полной себестоимостью. Если мы будем делать скидку, то мы сразу же можем посмотреть, чтобы не упасть ниже нашей себестоимости и себе в убыток не торговать. Проведем наш документ и я хочу показать еще одну особенность. В большинстве учетных систем, когда мы делаем распределение расходов, вся эта проводка делается концом месяца. И таким образом, когда мы начинаем смотреть складки движения по конкретным сделкам, мы не видим, насколько мы рентабельно продали ту или иную продукцию. СБИС складские движения делает именно по полной себестоимости, несмотря на то, что распределение затрат у нас было концом месяца. По конкретным движениям, по конкретным документам сделок мы можем видеть, какая же была полная себестоимость вместе с распределением и таким образом оценить эффективность нашей работы. Итак, мы с вами посмотрели весь процесс от старта настроек до реализации готовой продукции. Но на самом деле я показала такой идеальный и достаточно простой сценарий. В жизни все намного сложнее и разнообразнее. Поэтому хочу рассказать еще несколько историй наших клиентов, как они работают с производством в программе СБИС. Я вернусь к своей презентации. СБИС учитывает специфику для разных отраслей и разных видов производств. История первая. Небольшая семейная компания по производству керамики. Оперативный складской учет им не требуется. Все на доверии и на виду. На полках стоит готовая продукция, на полу стоит глина для производства. В программу они заносят в течение месяца только реализации. А уже затем, в приходящий раз в месяц, бухгалтер сводит все наедино для учета и расчета налогов. А еще нужна была управленческая зарплата. Покажу, как работает этот клиент. В конце месяца бухгалтер формирует отчет по отрицательным остаткам. В СБИС удобный есть функционал корзины для того, чтобы из нее оформлять любые складские документы, в том числе и акт выпуска. Таким образом, заполненный акт выпуска списывает все уже по факту истраченные материалы и закрывает отрицательные остатки. Также легко начисляется и управленческая зарплата. В карточке достаточно создать управленческое начисление и сохранить его. Добавлю, что оно не попадет в официальный учет, в отчетность и по такому начислению не будут считаться налоги. Но зато для управленческой страницы отчетов мы можем видеть и официально начисленную зарплату и управленческую. История вторая. Клиент сам пилит лес и из бревен выпускает доски и опилки. А опилки идут у него на вторичное производство для выпуска прессованных счетов. Для получения досок ему нужен обратный документ акта разбора. Он также заполняется автоматически, если в карточке указать состав, на что разбирается бревна. А уже в дальнейшем из опилок клиент создает уже известный вам акт выпуска и выпускает панели. История третья. Небольшой холдинг, два юридических лица, которые работают между собой по давальческой схеме. Поэтому одно из юрлиц создает перемещение на сторону. Обратите внимание, что СБИС подбирает нужные проводки. Сразу же здесь можно создать связанный документ поступления на другое юридическое лицо. По той же карточке СБИС сделает другие проводки, которые нужны давальцу на забалансовый счет. И также актом выпуска из давальческого сырья выпускаются готовые изделия с соответствующим учетом на давальческих счетах. Затем юридическое лицо, которое перерабатывало материалы, передает их обратно в виде готовых изделий давальцу и составляет акт выпуска на выполненные работы. Вот таким образом реализован учет СБИС. Как видите, просто и удобно. Полная автоматизация в режиме одного окна, а все участки увязаны между собой. Я надеюсь, что вам понравилось, как организован учет СБИС и интересные истории наших клиентов. Поэтому перехожу к тарифам. Цены вы видите на своих экранах. Для того, чтобы определиться с подбором, советую обратиться к своему менеджеру. А для участников вебинара у нас действуют специальные условия. 25% скидка на СБИС в бухгалтерию. При оплате в течение двух недель. И конечно же, с таким сложным участком производства, мы не оставим своих клиентов наедине в новой программе. Мы можем вам предложить разные виды услуг. От быстрого запуска до комплексного внедрения. Если вы профессиональный бухгалтер с большим опытом автоматизации, вам достаточно будет быстрого запуска. Где специалист за пару часов проведет вас за ручку по всем разделам. Примерно так же, как я делала сегодня на вебинаре. Но с индивидуальным подходом. Строит именно вашу учетную политику. Покажет, как загружать именно ваш каталог. И вплоть до отчетности покажет, как работать на каждом участке программы. А если вам нужно перенести большой объем данных и вы сами не хотите этим заниматься, вы можете использовать внедрение под ключ. Наши специалисты сами займутся оформлением документов, повторением оборотов, загрузкой остатков и справочников. А вам уже покажут итоговый результат и сдадут, что все совпадает одно с другим. И конечно же у нас действует техподдержка 24 на 7, где вам смогут помочь с любым вопросом. А я прощаюсь с вами. Ведите учет с удовольствием. Ведите учет в СБИС. Субтитры сделал DimaTorzok